Кстати, Рустел, насчет ведичества, я тебе хочу сказать, что я... И тебя видно не будет, Рустел. О, вот так. Туда, туда. Андрей, скажи, пожалуйста. Я полный этот самый... Ну, в общем... Слово не хочется переменять. Да, да, да. Короче говоря, насчет ведичества, я интуитивно на уровне своего сознания... Кстати, есть такое, бытует такое мнение, что такое интуиция, да? Интуиция – это связь с Высшим Разумом, с каждым человеком. И она у всех разная. Разные эффективности, разные пропускные способности и разной информационной прокачки. Каналы забиты или не забиты? Да. Я вот, как абсолютный антирелигиозный человек, но я могу сказать точно по своим ощущениям, глубинным ощущениям, то, что мне говорят про ведичество, это во мне. Это у наших истоков было. Это было всегда. Слово нарийские веды. Да. Ведун. Федьм. Да. Да, да, да. И все вот эти вот... Кстати, те, кто говорит об этом, да? Я ни одного из них не слыхал от них какого-то напористой агрессии в изложении, какого-то втолковывания, какого-то пропихивания. Это все идет на осознанном уровне. На осознанном уровне. А пропихивания не работают. Да. И вот это вот спокойное ведение беседы в этом смысле, да? Оно любому нормальному, свободному и... любому нормальному человеку оно воспринимается. Воспринимается. А восприимчивость это такая штука. Это не просто доход информации до тебя там, да? Воспринимание по-любому оседает. По-любому оседает. И когда этот массив информации выстрелит, совершенно непонятно. Со мной бывает так, что вот ведется какая-то беседа, да? Хоп! Произнесено какое-то слово. Оно летит в память и... Нашло свою почву. Да. И я произношу то, что я слыхал на эту тему где-то 40 лет назад. 30 лет назад, да? То есть это удивительная вещь. Удивительная вещь. И это удивительная вещь и случается именно, когда идет процесс общения. Когда люди делятся своими точками зрения, знаниями. Это очень ценно. Вот. Потому что общение именно с помощью как бы нашего языка, да? Который может создать образы. Оно действительно как бы очень ценно. Да. Образное изложение. Оно зеркальное и образное восприятие. А образное восприятие, оно более, скажем так, более, не то чтобы эффективно, но более выродительное. Поэтому все техники дальневосточные и любые изучения, они шли из разряда того. Обучали образам. Почему? Техника журавля, орла, техника прилив-отлив. Как мы должны идти? Зудаистка хорошая. Понимаешь? Как мы... Техника наблюдения за природой, да? Ива или кто там, да? Вот согнулась. Жесткий сломался. Гибкий как бы вот он ушел. Она как бы вот так... Снег растаял и он расстремился. Да. Все идет, опять-таки, вот этот круговорот. Все в круговороте. Понимаешь? Если ты не поддаешься этому круговороту в некоем виде, то есть не противиться этому круговороту вещей, а он везде. Но при этом оставаться самим собой. А это, я думаю, что это получится само собой разумеющимся фактом, если ты не противишься круговороту вещей, которые творятся не по твоей воле, ты вообще не можешь ничего сделать. День и ночь. То это, по сути, ты как бы и будешь вот тем, кем ты есть, понимаешь? Абсолютно все станут одинаковыми. Не в том смысле, как нам говорят, что, о, что быть одинаковыми, типа, вот мы оденем фуражки, одни будем ходить, строим одинаковыми. Не. Это как бы одинаковая дисциплина общая. А мы говорили, помнишь, о самодисциплинированности. Совсем другое понятие дисциплины общей. Да? Разные вещи. Ты сейчас говоришь о первой, то, что про БК мы говорили, первая нога, аскетизм, да, наложение определенных обетов на себя, взятие на себя определенных обязательств и ограничений. То есть, вот эта самодисциплина, это, по сути дела, то, что, ну, как бы, первая нога, да, БК, условно. Ну, это все с самого момента нашего рождения. Я вот просто анализировал много. Ну, у меня было время, как ты говоришь, как Ленин, да. Я сидел, так сказать, или как-то Лев Толстой в Ясной Поляне, да, мне приносили стакан воды, хлеб. Я ни о чем не думал. Три месяца, вот, и мне что осталось? Я только размышлял. И, ну, в итоге происходит то, что с самого начального нашего появления вот в этом мире нам начинают постепенно подменять, вот, видишь, как, вот, возвращаясь к этому изречению цыгана, подменять вот эти понятия и коней начинают... А, к слову, сказать, что это, мне кажется, прирощенная к этим людям вещь, опять-таки, в свете того, что, вот, видоизменилось представление, это уже не есть, как бы, цыгане и так далее. Поэтому с рождения я рождаюсь вот таким, а меня начинают постепенно приучать к тому, что коня не нужно мне. Нет, какой конь. Тебе нужна злата. Злата. Не дай бог попасть в такую атмосферу. Это... А как? Такой элементин. Вот, про который он говорит. А я... Мне кажется... Тебе с нескольких лет добыть золото, это... А мне кажется... Слушай, нет... Единственный элемент, которому надо соревать. Ну, есть же такие семьи. Ну, что бы? А как? Есть такие семьи. Да, мне кажется, 99% людей в такой семье. Начинается с чего? Все просто. Меня отдают в детский сад. Почему? Я задаю вопросы. Я просто сейчас вот вижу. Я своих детей водил в детский сад. И мне смотрел на меня мой сын. И он говорил, папа, я не хочу в детский сад. А я говорю, я тебя веду туда. Он говорит, почему? Я говорю, я иду на работу. Он говорит, папа, я хочу быть с тобой. Я начинал менять свободу на золото. Вместо того, чтобы проводить время с ребенком. Идти с ним... И мне... Я начинал воспитывать него. Потом я начинал ему говорить, ну ты должен идти в детский сад, чтобы я хорошо работал, не отвлекался, получил деньги. И тебе начинал говорить, я тебе куплю игрушку. Я начинал его приучать к злату. И в конце концов, дальше школа. Плохо учишься, учись лучше, повыше это, это. Я не говорил, получай знания, я. Хотя я, в принципе, говорил и говорил, что получай знания. Это разные вещи. Учиться или получать знания. Те, которые пригодятся тебе в жизни. И об этом, кстати, Кана говорил. Один из его учителей, которому он благодарен. В его мемуарах, у Кана так вот говорится. Это был человек, который ему говорил, что надо не учиться, а получать знания, которые можно применять наиболее эффективно в повседневной жизни. Не надо учить то, что ты никогда не примешь. Ты должен... Вот это тоже... У меня, может быть, слов не хватает, как бы, изъясниться. Все понятно. Ну, вот сама мысль. Я сейчас... Недавно, кстати, ехал в машине и слушал радио по поводу свободы. Есть свобода, но... А есть такое понятие... Может быть, не совсем... То есть, конь это не свобода даже. Вот я бы так сказал. Есть такое понятие, как возможности. Конь это возможности. Менять возможности на какие-то рамки ограничений в виде типа золота. Вот это... То есть, как бы, можно ли детям давать свободу? Или человеку нужна ли свобода? Нет. Человеку не нужна свобода. Но ему надо давать возможности. Вот такая мысль была. Вот когда мы даем возможность... Вот я-то задумался тоже над этим. Возможность дать человеку. Но дальше уже сам человек включается и пользуется этими возможностями. Да? Применять усилия... Если не ограничивать его, наверное, какими-то там рамками и так далее... Почему мы делаем ошибки в жизни нашей? Потому что мы люди. Ошибки... Свобода выбора. Вот если брать эзотерическую составляющую, то почему мы ушли от Бога? Это же была ошибка. Но, поверь мне, мне кажется, Бог мог, условно говоря, ввести нас в такое состояние, чтобы мы не ушли от Бога. Да. Мог сделать много чего, чтобы мы остались. И... Но он сказал, что свобода, прежде всего, и свобода выбора уйти от Бога... Может, он дал возможность? Наоборот, может, это называется возможность, а не свобода? А мы же... Возможность! А дальше, возможности, это называется как? Возможность уйти и возможность прийти. Возможность. Смотри, вот как я в моем мировоззрении, исходя из изучения, люди сказали, что мы хотим, чтобы нас почитали так же, как тебя почитали. Мы хотим быть в центре внимания. Да. В центре внимания. Мы хотим вот быть так же, что все вот, все только на тебя вот дышат. Мы хотим так же, мы не хуже, мы в речне выглядим вроде тоже неплохо. И Бог создал материальный мир, создал такую возможность для того, чтобы они имели свободу выбора. Либо остаться, либо воспользоваться этой возможностью и почувствовать себя в центре мира королями. Как занятия самбо, дзюдо, карате могут способствовать разобраться человеку в этих ситуациях? Конь и слата. Как способствовать? Легко способствует. Получается... Каким образом они вот дают... Я вот могу понять. Я могу сказать. Вот для меня получается, что поединок, да, то есть схватка, борцовская схватка, это, по сути дела, ты в некой такой рафинированной обстоятельствах, рафинированных, да, защищенных максимально без рисков смерти, ты пробуешь себя на Ниве, как я опять прошу прощения, возвращаюсь к своей мысли, да, защиты добра. То есть ты мужчина, ты можешь быть одним из четырех, как бы, ролей взять в этом мире, да, ученый, воин, торговец или ремесленник. Ты берешь и ты говоришь, что по всем вот, как бы, интуитивным моментам я воин, воин либо управленец. И тебе говорят, ну для того, чтобы ты был воином и управленцем, ты должен уметь как и морально сражаться, на ментально сражаться, так и физически сражаться. И спорты, приходишь в спорты, тебе говорят, ну вот, давай начинаем, вот тебе, как бы, манекен живой, который олицетворяет зло, сражаясь. Он берет тебе зло и тебя, ну, пух, тебе, и говорит, ну что, сдаешься, ты сдаешься. И ты говоришь, блин, а как же я могу быть воином, взрослым защитником, управлять обществом, если меня только что размазали по ковру или по татаме. И ты говоришь, так, мне надо ограничения на себя возлагать, надо утром вставать, бегать кроссы, надо мне на турник залазить. И ты начинаешь включаться, тебе дают обратную связь, что ту роль, которую ты хочешь всю жизнь нести, ты ей не соответствуешь. Не думай даже, что ты воин, ты пока еще не воин. Хочешь, иди по пути воинского искусства, любого, дзудо, самбо, и становись тем воином, которым ты хочешь стать. Есть дорога, по которой ты должен пройти путем, по сути дела, аскез, ограничений и, возможно, даже боли, преодолений. И все, и ты по этой дороге идешь. И все-таки вот то, что ты говорил, соревнования. Соревнования – это просто как часть реперной точки. Они не должны рассматриваться как противовес тренировочному процессу и соревнованиям, и тренировочному процессу без соревнований. Это как тренировочные точки. Если ты их воспринимаешь именно так, то да. Я, например, после всех соревнований у меня были разбиты все губы, выбиты все пальцы, ссадины, иногда какие-то микротравмы, болевые ощущения. Никто не кайфует от этого, поверь мне. Но сам факт, что это реперные точки, через них нужно пройти веки и вехи, на пути становления тебя как воина, как мужчины, который в нужный момент, и у всех этот будет нужный момент, час икс. Когда либо ты встаешь на преграде зла, преградив дорогу злу, либо ты не готов, и ты находишь варианты с этой дороги отступить. Улизнуть. Улизнуть, да. То есть это вопрос просто твоей готовности или неготовности. Если ты как бы готов, чтобы к этому часу икс ты был готов, все. Значит, ты как бы встал, и у тебя, как и во всех случаях, есть возможность преградить дорогу злу или проиграть. Или выиграть, или проиграть. Если ты побеждаешь, все, значит вся дорога была не зря. И даже если ты проигрываешь, то дорога была не зря. Вопрос, что ты встал. И зло, оно же тоже живое. Оно вдумает, да, с Рустем Шамильевичем я связываться не буду. Накостыляет. И отходит. И в этом микромире, который все дальше и дальше воцаряется, она временно добро. От личности. То есть это личность, которая шла к своей цели, например, и выбрала дорогу защиты общества, добра и так далее. Оно здесь сказало, так, я защищаю это общество. И зло временно уходит. Потом она опять приходит, проверяет тебя на вшивость. Опять получает песнов, опять отходит. И таким образом, если у тебя много соратников, то они делают то же самое. И живут по тем же самым принципам, но друг к другу не нападают. Друг к другу делают поклоны. И так далее. И в трудную минуту всегда подставят плечи. Да. Я согласен. Хочу сделать небольшое уточнение. Вот если взять личность, есть некий период развития с малых ногтей до какого-то там этапа, когда человек становится перед выбором, вот то, о чем говорил Густен, по какому из четырех путей ему пойти. А этот период развития до этой вехи, до этого момента, он может быть разным. Спорт вот в это время помогает человеку более лучше себя почувствовать. И прийти к этому выбору уже он не промахнется. И вот если он занимался спортом, он точно сделает правильный выбор. Вот в этапе этого развития. Могу из жизни пример там, да? Вот мои дети. Когда пришло время поступать, делать выбор в пользу высшего учебного заведения, я им сначала сказал следующее. Вот ты должна сесть за стол, образно выражаясь, все свои внутренности выложить перед собой. И внимательно разглядеть, понять свою сущность, к чему лежит у тебя душа. Чтобы не получилось так, что ты пошла, вот моя подружка Маня, пошла в этот институт, и я с ней пойду. Или тетя там Зоя сказала, что вот эта профессия сейчас востребована, она высокооплачиваемая, и я поперлась туда. Ты должна осознанно сделать, к чему лежит твоя душа, разглядев все свое внутреннее наполнение. Свою природу. Да. Вот именно так оно и произошло. Ну а дальше там, это уже история не их, а отцовская. Отец должен был сделать так, чтобы это, несмотря на то, что херовые времена, несмотря на то, что страна улетела в тракторе анализ, отец должен был взять, коль скоро ты предложил сделать выбор, значит ты берешь ответственность за то, что этот выбор будет тобой сопровожен, доведен до конца. Вот в этом и есть, в том числе и то, о чем говорил Густемптон. Ты должен, став на какой-то путь, ты в течение этого пути должен исполнять некие функции. Да, для общества. Да. Для семьи, как ячейка общества. Да. Вот так он. Ну интересно, завернул. И тут не прекращается изразительный смех. Выключай. Если вы что-то помнили из наших размышлений, и что-то вам пойдет на пользу, то мы не зря собрались. В любом случае, не зря собрались, поэтому до новых встреч. Ну, хотите, меняйте коня на золото, не хотите, не меняйте. Дело лично каждому. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Вот так говорят французы селями.